Вот тут некоторые, обращаясь ко мне, говорят, Юрий Николаевич, вы применяете какие-то незнакомые заумные слова, в которых мы путаемся. Друзья мои, у меня есть плейлисты, которые объясняют строение мозга и все эти заумные слова. Вы можете просто перейти на плейлисты и посмотреть. А что посмотреть? А вот эти заумные слова я сейчас приведу вот таким списком и немножечко на рабоче-крестьянском языке объясню, что это заумные слова. Первые все – неокортекс, нео-новая кора. Почему ее назвали новой корой? Потому что у нас есть рептильный мозг, старая кора, которая досталась нам практически от динозавров 100 миллионов лет. У нас есть лимбическая система. Это та система, которая 50 миллионов лет назад дала старушка. Эволюция для того, чтобы эти зверушки общались друг с другом. Вот она посмотрела и говорит, ну, пусть общаются. Дам-ка я им лимбическую систему. Где есть зеркальные нейроны, откуда растут ноги ретикулярной формации. А ретикулярная формация – это такие нити аксонов, нервов, которые пронизывают все наше тело. Для чего эта ретикулярная формация нам дана? Она нам дана для того, чтобы импульсы нашего глубокомысленного неокортекса, который там нам что-то придумывает, передавались, грубо говоря, в жопу. Пойди посри. А жопа ему передает опять – не пойду. И вот ретикулярная формация передает такие информации. Конечно, я немножко грубовато говорю, но зато вы запомните. Например, я вижу, слышу, нюхаю, пробую, трогаю. И ретикулярная формация через таламус лимбической системы передает в неокортекс, в кору головного мозга. А кора головного мозга сидит в чёрном ящике моего черепной коробки, там полтора килограмма минимум, и ничего не видит, не слышит, пока ему не передаст ретикулярной формации через таламус вот эти импульсы. И она передает ему импульсы вот этих фотонов, которые отражаются, звуков, которые слышно. А он, неокортекс, это вот самый тем, чем мы думаем, начинает придумывать, соображать, сочетать и создавать тот внутренний мир, в котором мы и живём. Итак, я начал с неокортекса, прошёлся по некоторым другим словам, и на каждое это слово есть плейлист, и на каждое это слово есть отдельные ролики, не по одному, и вы можете посмотреть. Но что ещё здесь важно понять? Эта вся система взаимосвязана. И когда мы общаемся в стае, лимбическая система, этот второй мозг, так его называют иногда, мозг эмпатии, мозг эмоционального интеллекта, мозг коммуникации, мозг откуда растут, ещё раз повторяю, нити, аксоны, ретикулярной формации. А ретикулярная формация – это логист, это поисковик, это те провода, нити нервов, которые передают информацию. И это всё взаимосвязано с неокортексом. Опять мы пришли к неокортексу, к той соображаловке, которая нам соображает. А вот что она соображает? Это отдельная история. Вот я сейчас вот в этом ролике пять минут рассказал вам вот таких на рабоче-крестьянском языке, чтобы вы понимали, что такое немножко есть. Сейчас в другом ролике ещё расскажу на рабоче-крестьянском языке, но не устаю повторять. У меня есть целые плейлисты, где рассказано более-менее научно. Я думаю, что раз вы физику, химию изучали, то чёрт бы побрал, то, что там я рассказываю, то, что там приведено, вы познаете. Но это же не те тонкие тела, которых вы эгрегор, регрессивный гипноз. Твою мать, не буду ругаться, мне не нравятся эти эзотерики и эти придурки. Но вы посмотрите дальше мои ролики, подписывайтесь на канал. Немножечко в неокортексе соображаловка начнёт работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!